Братцы, сегодня, как вы понимаете, у нас шикарнейшее мероприятие. Мы отмечаем начало нашего армопояса и, собственно, последнего шага бетонных работ, потому что скоро холодно и уже мы начнем работать с кровлей. Я вам покажу, как мы делали армопояс, ну а в конце мы, наверное, сделаем какое-то шоу-пати-тусовку. Денисыч уже заряжает наш мангал деревяшками. В общем, сегодня будем жарить шашлык. Ну а пока мы готовимся, мы расскажем, как мы делали армопояс. Друзья, за окном засентябрило, но мы не останавливаемся. Вы сейчас видите меня в рабочем костюме, в новом. Это не случайно, это костюм Пром Альпа. И он мне нужен для того, чтобы сейчас заниматься кровельными работами. То есть Бродекс отлично подумал о нас, строителях, которые работают наверху. Этот костюм очень удобный, он свободный, у него есть специальный крой на заде. На заде, сын, покажи. Да не всю заду, не всю заду покажи, а так просто не запусти камеру. Вот, у него сзади большой крой, и у него есть мягкие колени. Теперь удобно и на стропилку где-то присесть, прижаться. И самое главное, что они выправляются, когда это необходимо. Все карманы направлены вниз. Удобно для того, чтобы, сидя, например, на лесах, был доступ к любому инструменту, к любому материалу. Также кармашки для сотовых телефонов, для всего что угодно. Если вы занимаетесь любимым делом, стройкой, то нужно заниматься этим в кайф. А для того, чтобы вам было комфортно, самый оптимал это специальная одежда. Не назову ни в коем случае ее робой, потому что в таком костюме я бы, честно говоря, катался на сноуборде. И есть такая мысль взять такой же промальп, зимний вариант. Но это попозже. Теперь мы вяжем с вами сейчас арматуру. Она у нас 6-метровой длины будет. Это для того, чтобы разложить ее по стенам. До этого мы с Никитой, своим сыном, мы и вяжем с ним на самом деле, но еще мы с ним нагнули много разных доборов. Вот они. Доборы я использую каждый метр. Сейчас раскидаю. То есть получается на 6-метровой арматуре будет 7 доборов. Я специально оставляю на концах, на концах связки, расстояние примерно равное сантиметрам 50. Для того, чтобы потом, когда они скрестятся, сюда вставить угол. Вот. Именно так мы это все дело завязываем. 1,6 я делаю всегда в две сеточки, сын делает в одну. И потом завязываешь. Вязать арматуру лучше, конечно же, специальным крючком. Но в данном случае мне понравилось больше так. То есть удобнее руками, просто без крючка. Не смотрите, что она такая, может быть, невзрачный добор у нас. Гнут он не идеально. Но с другой стороны тут главное нитку удержать. Просто ровненько. На одну вязку у нас уходит примерно минут 15-20. Вот. И Никита вам сейчас покажет, сколько уже арматуры мы нагнули. Это в первом гараже у нас сколько там, 5 штук, да? Потом в том гараже у нас 8. И сейчас еще вот здесь 2 согну. И все. И у нас будет полностью все количество, которое нам необходимо. Друзья, ну и конечно же, я просто обязан вам сказать о том, что мы сейчас развиваем все наши социальные сети. Ну, мы не знаем, что будет с Ютубом. Вроде он сегодня работает хорошо, вчера он не работал. Послезавтра вообще могут отключить в нашей замечательной стране. Поэтому мы все эти видосы, которые вы сейчас смотрите, публикуем в ВК, Дзен, Телега. Ну, это 3 основных, наверное, да? И еще новая социальная сеть, платформа. Так что, друзья, Дзен, ВК и Телега, подписывайтесь. Так мы точно с вами не потеряемся. Кстати, в ВК у нас есть сообщество, в котором можно задавать любые вопросы. В котором я выкладываю также видео, и мы там просто общаемся. Все, ладно, пойдем работать. Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, по поводу поворотов, что я хотел сказать. Смотрите, просто загнул так арматуру. Можно было, конечно, брать концы шестерки, закручивать. Но мне кажется, вот такие завязки будут намного лучше и эффективнее. То есть это дополнительное укрепление. Вот так мы будем связывать углы, все углы. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сына у меня лучший шашлычник в этом мире Самое правильное разжигание шашлыка, друзья, это на березовой коре Сейчас мама привезет стол, стулья, сейчас мы это все сделаем, тут будет тусопатия, классно Но у нас потом наступит вечер, как мы вечером будем, чтобы свет был? Фонарь, правильно, у нас есть фонарь Итак, представляю вашему вниманию, друзья Вот такой вот замечательный инфракрасный обогреватель Сегодня будет спонсором нашей тусовки И он даст нам приятный, нежный, теплый свет, когда наступит уже вечерок Но чтобы нам потом его по темноте не собирать, мы это сделаем прямо сейчас Давно хотел, давно мечтал, мы будем по наитию собирать Потому что, как бы мы такие люди, которые инструкцию читать не любят Эта основная платформа, она служит для того, чтобы наша конструкция не свалилась Она тяжеленькая такая, килограмм, наверное, 15 Ну, в инструкции, наверное, будет точнее Написано Подержи О, видишь? Так, ну и провода питания Все очень просто Я уверен, что собрать его будет 2 секунды Как производитель заверяет, нам за столом, сидя вечером Будет приятно находиться вот именно в тепле и нежном, теплом полумраке Будем надеяться Теперь, казалось бы, да, провод, куда провод девать? А провод, сын, идет внутри конструкции, внутри трубы То есть, смотри, провод продевается в основании платформы Вот так берем сейчас И сюда его погнали Тут два саморезика, которые нам пригодятся чуть позже Друзья, мы отщелкиваем специальное крепление Соединяем контакты Это теперь навсегда, на века И вот так, хоп, фиксируем Теперь внутрь Все, и осталось зафиксировать два саморезика, которые держат плафон Все, лампа готова Теперь наше мероприятие просто обречено на успех Жарим мясо Данная конструкция бывает подвесного типа с пультом И бывает на подставке Мы выбрали подставку, потому что это более универсально Ну и подвешивать нам пока негде Все, сейчас приедут гости, и мы будем жарить шашлык По нашей технологии Денисыч или я расскажем вам главный секретик Ну а пока мы готовимся, мы расскажем, как мы делали армопояс Переносимся в наше утро Поехали! Сомнений в том, что мы победим, уже вообще никаких не остается Потому что все получается идеально и классно Давайте покажу Мы прошли уже половину стены Делается это очень просто Я рассказывал в предыдущих выпусках, как я делал это с фундаментом своего гаража Растягиваем шпилькой десяткой И, собственно говоря, это получается, что шпилька многоразовая Потом ее выкручиваешь, выбиваешь Полипропилен тоже, кстати, можно выбить, если есть желание Но можно и похоронить его там в бетоне Я всегда верхний полик вставляю под арматуру, чтобы арматура отрывалась от пеноблока И вот так получается вся эта дорожка То есть все ровненько, классно Ровнять бетон будем по верхней кромке Еще пару слов хочу сказать по одежде Друзья, комбинезон это просто находка В нем удобно, нереально, в нем просто классно Ну вот, ботинки Brodex Теплые, удобные, классные И еще самое главное, что У них носок непробиваемый Я вам как-нибудь протестирую Там, в общем, металлическая вставка стоит На него можно машиной наехать, ничего страшного Колени супер, залазишь куда-нибудь На колено встаешь, тебе мягенько Супер, просто Я думаю, что этот костюм покажет себя еще При монтаже стропильной системы Как основной Но сейчас я его уже оценил высоко Вентиляции, карманы Фирменный стиль В общем, все супер Осталось всего лишь сделать две комнаты Так, все, идем жарить шашлык Как я обещал Так вот, братцы, лайфхаки Хотел вам сказать лайфхаки А потом ко мне пришел сосед и меня отвлек Лайфхак на самом деле очень простой Смотрите Первое Когда вы затапливаете костер Нужно дождаться такого состояния угля Чтобы он был такой Прям с напылением пепла Чтобы не красный Не это А прям вот такой уже, короче Который Типа тает Тогда такой костер уже не будет от жира воспламеняться А второе, друзья Очень просто Каждые 10-15 секунд Делайте переворот кусков Переворот шашлыка Ну, понятное дело, что надо ротацию еще делать То есть, например, тот подогрелся Его, значит, более крайнее Те, которые Последние мне Женя принесла Ближе к центру Рассказал, короче Простую истину Которую знали все Но, тем не менее Мысль-то какая Посмотрите, какая красота у нас получается Потом будут подъемные ворота Двери Самое главное Что весь хлам, который есть у нас в цоколе Мы просто сейчас распределим по этому гаражу Вторая тема Это то, что машины теперь зимой будут находиться в тепле Я поставлю сюда котел Он будет твердотопленный Ну, на дровах простой И он в тот гараж тоже встанет Котел Котел бы этот видели Он у меня с самого начала стройки приобретен Так что он, короче, уже есть Котлы есть Осталось просто Залить термопояс И начать строить стропилку Попробовали С сыном Вообще вещь Греет Классно Ну, мы еще протестируем Ее потом в таком Приятном полумраке Как будет работать Так Я вам уже рассказываю Секунд сорок И не переворачиваю Хотя рассказывал, что надо переворачивать Вообще Денисыча научите уже жарить Пусть у меня Занимается Мой парень А? Мой парень Любинка мой Все Сейчас пожарим Классно будет Свой дом Рекомендую Это прикольно Друзья, я обещал, что будет супер тусовка На самом деле Оказывается, мы тут пенсионеры все И просто посидеть, пообщаться Для нас намного важнее Чем балдеть, танцевать и веселиться Так вот Инфракрасный обогреватель LT 3.0 3.0 это Третий режим нагрева 3000 ватт Скорее всего Аббревиатура обозначает Именно эти данные Три режима мощности Эффективный обогрев Веранда и площадок Я планирую поставить его в дальнейшем Себе на веранду Которая сейчас у нас захламлена Всякими вещами Там просто склад А как только гараж будет готов Конечно же мы туда ее и перенесем Там будет столик Но она холодная веранда Поэтому как раз обогреватель был куплен Для этих целей Чтобы можно было посидеть и зимой И весной, и осенью Чем интересен данный обогреватель? Во-первых, он телескопический И, кстати, мы эту функцию использовали То есть, когда сидим за столом Мы опускали пониже Если мы стоим, общаемся То можно и поднять его И он в полный рост дает тепло А также у него отражатель с орибрением Для равномерного обогрева Вообще, с компанией Балу Я думаю, вы все давно знакомы И она не требует особой рекламы Классный, отличный Идеальный Удобный Обогреватель Конечно же, я бы вам рекомендовал Его приобретению Если бы это была реклама Но я купил его для себя И просто рассказываю его достоинства Обалденная штука Кстати, да, в начале видео я сказал, что спонсор нашего Нашего выпуска Имеется в виду спонсор того Что мы можем в холод, в мороз Этой осенью А сегодня холодно на улице Довольно-таки Вот Сидеть спокойно на улице И общаться Эта штука Она нам позволила Это сделать Поэтому спонсор нашего выпуска Так Чтобы вы поняли За столом сидят Подруги и друзья Моей дочери Они пришли сегодня к ней И мы так все вместе Решили посидеть, пообщаться В общем Душевно Классно Мне понравилось Поели шашлычок Получился он отличный Ну а теперь переносимся назад На стройку В общем, вот такой у нас Небольшой выпуск получился Но мне кажется Он очень даже интересный И для кого-то будет полезен Те, кто планирует строить гараж В будущем Я продолжаю добивать комнаты И в следующем выпуске Мы с вами будем Заливать армопояс Так что Увидимся с вами буквально Через несколько дней Все, пока Пока Субтитры сделал DimaTorzok